Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен и сегодня интереснейшее видео. Наткнулся я в интернете на видеозапись, в которой из сухой дафни получали культуру живой дафни. Интересно, подумал я, поэтому сегодня покажу, к чему все это привело. Давайте ознакомимся с опытно-экспериментальными образцами сушеной дафни. Это сухой корм, первый образец это барбус, довольно-таки не мелкая, но и не особо крупная дафня, пойдет нормально, пыли не особо много. Второй образец у нас Акваменю, уже чуть-чуть поменьше, чем барбусовская дафня, тоже не особо много пыли, ну какая есть. Следующий образец это дафня от компании Зоомир, она самая мелкая из всех представленных образцов и самая трухообразная, трухосодержащая. И последняя дафня, это серовская дафня, очевидно, что это дафня магносушеная, потому что она здоровая, капец какая, и пыли практически ничего там не было. Если бы я был рыбкой, я бы с удовольствием, наверное, серовскую дафню подъедал. Итак, в чем заключается смысл? Я сейчас беру, просеиваю эти образцы в воду, капаю в воду немножко метиленового-синего, для того, чтобы не развивались всяческие грибки, бактерии и прочее там в этой воде. И засыпаю потом просеянную вот эту как раз таки дафню в надежде на то, что там будут сушеные яйца этой дафни через несколько дней. Но вообще результат в зависимости от вида дафни уже может быть виден на третий, четвертый, пятый день. Но я все это дело наблюдал каждый день, и через 15 дней я вам покажу в итоге, что получится. Итак, сейчас я вам расскажу немножко, что же все-таки такое дафни, какие виды бывают и каких размеров они достигают. Дафни это рачки, это маленькие рачки, их еще называют водяными блохами. В аквариумистике, да и вообще не только в аквариумистике, наиболее распространены три вида. Во-первых, это дафния магна, она самая долгожительствующая из этих трех видов. Ее возраст может достигать 5 месяцев, может она нести до 80 яиц, половозрелыми становятся маленькие дафни на 12-14 сутки. Это, кстати сказать, самая крупная из описываемых далее дафни, то есть самки могут достигать до 6 миллиметров. Следующий вид это дафния пулекс, у нее уже самки могут достигать немножко меньше, 3-4 миллиметра. Полозрелыми становятся на 3-5 сутки и может самка выметывать до 25 яиц. И последняя, самая мелкая дафния, это дафния моина, она достигает до 1,5 миллиметров в размерах. Полозрелыми становятся маленькие дафнии на уже вторые сутки и, соответственно, до 50 яиц эта дафния может под собой носить. В чем здесь прикол? На самом деле, вот эта технология имеет место быть. В каком случае? В том случае, если яйца, которые вот содержатся в этой сушеной дафнии, это не яйца, а эфипии. Сейчас объясню. Смотрите, во-первых, когда наступает жара, дафнии начинают под специальной выводковой камере носить яйца. Из этих яиц, как правило, вылупляются самки. И самки, в общем-то, эти яйца продолжают выметывать, выметывать, ну не выметывать, а носить под собой, потому что из яиц уже готовые маленькие малюсенькие рачки вылазят, потому что эти рачки линяют, несколько линий проходят как раз-таки в этой выводковой камере. Соответственно, самки, когда погода теплая, они рождают самок, и из-за этого можно наблюдать лавинообразное появление дафнии в воде. Соответственно, когда наступают холода, начинают появляться из потомства самцы, которые начинают оплодотворять яйца. Да, которые были самочные яйца, они были не оплодотворенные, то есть самки сами своих клонов плодили. Когда появляются самцы, самцы начинают оплодотворять яйца, и это уже немного другого вида яйца. То есть их, во-первых, максимальное количество, большинство видов два, и фипи они называются, во-вторых, они покрыты специальной оболочкой, благодаря которой дафния, то есть вот в этом яйце, она может выдерживать и засуху, она может выдерживать и похолодание, и даже может выдерживать воздействие некоторых веществ токсических при превышении их концентрации в тысячу раз. Но как только оболочка яйца вот этой капсулы, она рвется, сразу же внутренняя дафния, то есть которая внутри ждет своего влупления, она погибает. Вообще дафнии очень интересные рачки, и по их состоянию можно судить, вообще по их наличию можно судить о чистоте водоема, потому что даже малейшее содержание меди или каких-то тяжелых металлов заставляет дафни вести себя не так, как нужно. То есть они становятся какими-то вялыми, они опускаются на дно, но в общем-то в плохой воде, как правило, дафнии не водятся. Соответственно, вот эти вот эфипии, их можно хранить во влажном субстрате желательно, и в России, я насколько знаю, даже предлагают продажу культуру в влажном песке дафнии. То есть вы ее покупаете, замачиваете водой, потом кормите дрожжами, все отлично, все прекрасно растет и плодится. Но, 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 насколько вот эта вот дафния сушеная содержит эти эфипии, я, к сожалению, не знаю. Почему? Потому что неизвестно, когда собирали эту дафнию. И опять-таки, по тому, насколько эта дафния плодится, особенно когда тепло, то есть там дафния магна до 80 яиц, да, соответственно, против двух этих эфипий, можно с большой долей вероятности сказать, что дафнию собирают именно тогда, когда вылупляются в абсолютном большинстве самки. То есть в абсолютном большинстве вот этот вот эксперимент, он, скорее всего, ничем хорошим не закончится. Но мы упертые, я в итоге ждал 15 дней, каждый день ходил, смотрел с фонариком, чего там да как происходит. И давайте я сейчас каждую плошку приближу, чтобы посмотреть, что в ней абсолютно ничего не двигается, не бегает, не скачет толща воды. Те фрагменты здесь есть, которые крошечки, они плавают, это следствие того, что контейнер я поставил, и они по инерции в толще воды, в общем-то, совершают свои колебания. Какой-то жизни я здесь, в принципе, вообще не наблюдаю. Возможно, на большом экране вы чего-нибудь там заметите колеблющееся, хотя вряд ли. Опять-таки, из факторов, которые влияют на исход эксперимента, это, во-первых, время сбора дафнии. Во-вторых, это условия хранения этой дафнии, то есть ее, может, вообще прожаривали. Тогда с большой вероятностью, естественно, из этого ничего не получится. Еще, кстати, интересный момент, это то, что эфипи, вот эти вот одно-два яйца, которые покрыты защитной оболочкой, они развиваются тоже в модифицированной выводковой камере у дафнии, и во время очередной линьки дафния скидывает свой покров именно с вот этими вот эфипиями, которые начинают свои путешествия по водоемам. Что еще интересно, так это максимальная эффективность дафнии как кормовой культуры, она достигается во время сбора, то есть вот свежая дафния, почему? Потому что она поедает всякую растительность, и в желудках дафни, как правило, всякая зелень находится, которая является дополнительным источником витаминов для ваших питомцев. В целом, дафния это, в принципе, в основном только лишь покров, вот эта вот хитиновая оболочка, которая организмом рыбы, в принципе, не усваивается, то есть в качестве какого-то очищающего средства, да, омолаживающего, я бы так сказал, желудочно-кишечный тракт ваших питомцев можно использовать, но вот в качестве супер-сверхпитательного корма сухую дафнию я бы не стал рекомендовать. Таким образом, через 15 дней, 4 наших подопытных образца, это сухая дафни от компании Акваменю, Зоомир, Барбус и Сера, все они стоят по разной цене, причем этот разброс, диапазон цен, он капец какой большой, из этих опытных образцов, которые, я так подозреваю, даже содержали разные виды дафни, ничего у нас не получилось, совершенно никто не вылупился, не вылез, не начал плавать и радовать нас своими колебаниями, вообще ноль. Отсюда эксперимент, я считаю, что не удался или даже удался, но результата он не принес. На этом все, с вами был Аквамен, увидимся совсем скоро в новых видео, всем пока-пока, друзья!